День с толком Нарушений не было, а больше всего против поправок военные. Итоги голосования на Алтае. Потеряли работу из-за пандемии? Стройте дома, подметайте дороги. Первый крупный фестиваль в исторических декорациях. Готовятся провести реконструкторы под Новоалтайском. Больше половины жителей края проигнорировали голосование за поправки в Конституцию. Всего же на избирательные участки пришло почти 900 тысяч человек. 72% из них одобрили изменение главного документа страны. Рекорд явки был побит в Родненском районе. На голосование пришло 92% населения. Затем идут Заринский и Олейский. Лидер минимальной явки Михайловский, где из-за вспышки коронавируса люди боятся контактов. Чуть лучше статистика по Бийску-Рубцовску. В Барнауле показатель ниже среднего по краю. 47%. А вот еще одна тройка лидеров по голосам против. Здесь золото неожиданно взяли в Зато-Сибирский 46%, Олейск 36% и Белокуриха 32%. О каких-либо вопросах, свидетельствующих о невозможности установить волеизъявления или недостатках в работе комиссии или иных факторах, которые не позволяют говорить о прозрачности и легитимности определения волеизъявления жителей Алтайского края на избирательных участках, ни в течение дня голосования, ни в течение времени установления итогов голосования, ни в настоящему времени в избирательную комиссию Алтайского края не поступило. Тем не менее, на горячую линию поступали звонки. Всего 76 обращений. Жители края запрашивали информацию о голосовании на дому, в самоизоляции, спрашивали о местоположении и графиках работы избирательных участков. И лишь один звонок был с жалобой. Избирательницы запретили сфотографировать бюллетень с выбором, хотя законом это не запрещено. Планировали отправить детей на отдых в начале июля, но снова все благополучно отменили. Сезон работы и лагерей откроют только 15 июля. В каком положении оказались родители и бизнесмены? Узнайте с сюжета. Музыку заказывают работники детского лагеря. Иначе он выглядит жутко. Без детей посреди бора почти заброшены. Открытие сезона детского отдыха неожиданно перенесли с 1 июля на 15-е. Сорвали планы тысяч алтайских семей. Наши планы все сорвало. Ну как бы спланируем, конечно, уже все передвинули, все поменяли, все поездки с совместного семьей и отдыха. Теперь ждем, будет ли вообще этот лагерь. Вот в чем вопрос. Вопрос актуален и для всей индустрии детского отдыха. Ведь даже руководители лагерей уже не могут похвастать уверенностью, что 15 июля всем позволят работать. В этом лагере особая экономическая шишечная система. Дети их собирают для того, чтобы обменять на какие-нибудь услуги, которые чаще всего предоставляют друг другу. Ну, с шишками здесь проблем нет. Чего не сказать о настоящих деньгах. Больше детей – больше денег. В этом государственном лагере «Сосничок» детей за лето примут в три раза меньше, чем обычно. Но для частных детских баз отдыха все еще хуже. 80 человек на сегодня безработные в летний сезон. И хочу отметить совершенно свинское отношение государства и администрации местной к нашему бизнесу. Не то, что поддержка, не то, что там какие-то копейки бы нам были. Нам не кормят завтраками постоянно. Через две недели переносят на то 1 июня, потом 15, потом 1 июля, сегодня 15 июля. И то не точно. В лагере, которым руководит Александр, в прошлом году отдохнуло более трех тысяч детей. В этом году пока ни одного. Денежные потери уже составили 20 миллионов рублей. И это только половина от прогнозируемого убытка. Министр образования края говорит, что закрытые лагеря – вынужденная мера. Конечно, ситуация, связанная с защитой детей, созданием условий для безопасности, нераспространение COVID-19 – это тема архиактуальная. Некоторые лагеря, в первую очередь частные, информировали нас и Роспотребнадзор, что в связи с особыми требованиями к дезинфекционному режиму, они не смогут чисто с экономической точки зрения открыться в этом году. Действительно, необходимость закупать дезинфицирующие средства – удар по лагерной экономике. К слову, покрывать эти расходы здесь давно готовы. Раздвинуты столы, идет совершенно другая обработка. Работники кухни все время должны будут находиться в перчатках и в масках. В этом году 14 дней, и сотрудники все, начиная от начальника лагеря, заканчивая техническим персоналом, не выезжают из лагеря. Мы все проходим за трое суток анализ на COVID. Никакой романтики детского отдыха, одна проза. Нужно принимать детей, чтобы оставаться на плаву. Хорошо хоть желающих много, остается ждать сигнала сверху. То есть количество желающих огромное. Если сейчас один родитель откажется своего ребенка сюда везти, как планировал, на его месте сразу же окажется минимум трое. Дополнительно зазывать никого не требуется. Андрей Дреер, Николай Шилко. День с толком. Пять смертей, 75 заболевших. Такова статистика по коронавирусу за прошедшие сутки. Выздоровело за это же время 39 человек, а общее число перенесших COVID-19 перевалило за 3000. В большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно. Тяжело больных почти сотня, на аппаратах ИВЛ 26 человек. Из-за коронавируса по-прежнему заморожены десятки сфер бизнеса. Ситуация критическая. Союз предпринимателей в очередной раз готов обратиться к алтайскому губернатору с просьбой дать зеленый свет фитнес-центрам, детским игровым комнатам и общепиту. Подробности у Валентины Аскеровой. Мрачно, как в подземелье детская игровая, в популярном ТРЦ выглядит совсем не детской. Игровая не работает четвертый месяц. Из гостей лишь руководство до журналисты. Непонятно пока, когда планируется открытие, на какой месяц. Даже на месяц неизвестен. Конкретики никакой ущерб реальный, негодуют предприниматели. Недополучная выручка из-за вынужденного простоя исчисляется сотнями тысяч рублей. Меры безопасности здесь готовы соблюдать, да только бы знать как. И даже как-то представить не можешь, как запускать по одному ребенку, потом все дезинфицировать, следующего запускать. Это безумно невыгодно. Простаивают и фудкорты. Из десяти кафе работают лишь три. То на вынос. Выручек практически нет, зарплата маленькая. Очень все плохо. Клиентов стало гораздо меньше. Работается, ну, вот ужасно, честно. Люди ходят вот здесь вот по углам, кушают и учатся. Туда никто не заходит. Вообще смотреть на это все ужасно. Четвертый этаж закрыт. Выполнять обязательства перед торговым центром, платить аренду бизнесмены не могут. ТРЦ теряет 70% дохода. На сегодняшний день наша доходная часть, она составляет, ну, где-то, наверное, порядка 30, может быть, иногда 35% от того, что мы имели до кризисного периода. При этом наши обязательства, связанные с выплатой зарплаты, с оплатой коммунальных услуг, с выплатой каким-то нашим там подрядчикам и контрагентам, они никуда не делись. Руководство понимает, что фудкорты откроют в самую последнюю очередь, но хотят скорее приблизить дату открытия. В противном случае многие бизнесмены пойдут ко дну. Я боюсь, что это может привести к очень существенному переделу рынка. Уйдут многие компании. Уйдут компании, с одной стороны, небольшие, местные, которые просто финансово не смогут обеспечить продолжение работы. С другой стороны, существует риск ухода крупных сетевых компаний просто из города. А ведь они могли бы спокойно работать. Угроза здоровья там не больше, чем в том же общественном транспорте или магазине, отмечают в региональном союзе предпринимателей. Поэтому мы в очередной раз будем обращаться и просить Виктора Петровича разрешить этим видом деятельности, этим предпринимателям работать. Иначе ситуация, она такая, по сути дела, критическая сегодня. Если в ближайшее время фитнес, детские комнаты, общепит, не возобновит работу, то 10% игроков просто уйдет с рынка, а пока им предлагают антикризисные займы. Сейчас предприниматель имеет возможность прокредитоваться у нас по ставке 3% годовых. Именно на какие-то неотложные нужды, связанные с пополнением оборотных средств, с выплатой зарплаты, с какими-то проплатами каких-то текущих счетов. Размер займа 2 миллиона рублей, но доступен он лишь тем предпринимателям, у которых в штате не больше 100 сотрудников. Кстати, бизнесменов, нуждающихся в финансовой поддержке, стало на 40% больше, отмечают в фонде. Но поможет ли это сохранить бизнес в будущем, большой вопрос, ведь деньги тоже нужно отдавать. И предприниматели предпочли бы не копить долги, а просто работать. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Продолжая тему пандемии. Из-за нее работу потеряли почти 700 тысяч россиян. Такие данные озвучил министр экономического развития Максим Решетников. Армия безработных пополнилась и в Алтайском крае. Со мной в студии Татьяна Головева. Татьяна, на какую помощь рассчитывать тем, кто остался без работы, ну и куда податься? Здравствуй, Андрей. И всем телезрителям тоже здравствуйте. Сейчас я вам расскажу об этом. Кстати говоря, вакансии есть, но о них чуть позже, а пока немного статистики. Судя по этим данным, на середину июня 400 тысяч россиян все еще нуждаются в работе. Премьер-министр Михаил Мишустин на днях сказал, что безработица в стране с 1 апреля выросла в 3,5 раза. Под увольнение попал и барнаулиц в Матвее Виноградов. Он работал обычным офисным менеджером. Скорее всего, чтобы просто сократить убытки компании. С работой сейчас, с поиском работы очень сложно, потому что большое количество людей ищет работу, а работодателям невыгодно в связи со сложившимися обстоятельствами набирать большое количество персонала. И таких, как Матвей, в край 26 700 человек. Именно столько с апреля обратилось в службу занятости. Под сокращение в основном попали люди, работающие в сфере услуг. Продавцы, парикмахеры, те, кто трудился в кинотеатрах и парках. Кстати, Матвей поделился с нами, что у него возникли проблемы с получением пособия по безработице. Не мог войти на портал госуслуг, затем попасть в МФЦ. Поэтому уже несколько месяцев он фактически без средств. Какие выплаты все-таки положены оставшимся без работы и как их оформить? Нам рассказали в управлении по труду и занятости. В первую очередь увеличился размер минимального размера пособия. Он увеличился в полтора раза, то есть с полторы тысячи до четырех с половиной. Период его выплаты составляет три месяца. Май, июнь, июль. Кроме того, по тем гражданам, которые имеют детей, теперь уже абсолютно для всех, размер пособия будет увеличен на три тысячи рублей на каждого ребенка. При этом гражданам не нужно никаких делодействий. Специалисты центров занятости самостоятельно произведут перерасчет. Для предпринимателей, чей бизнес закрылся после первого марта, размер пособия максимальный, чуть больше 12 тысяч рублей. В июне прошлого года вакансий для ищущих работу в регионе было на 8 тысяч больше. Правда, это данные на начало июня. Позже работодатели активизировались. Самые популярные вакансии сейчас в сфере торговли, гостиничного бизнеса, в сельхозпроизводстве. Ну а мы нашли на просторах интернета еще одну любопытную информацию. Россияне, потерявшие работу в период пандемии, могут работать на стройках и помогать благоустраивать города. Федеральные известия написали, что в таких случаях людей нанимают на основании временных договоров. Кстати, барнаульцы бы на такое предложение согласились. В этом нет ничего не зазорного. Я не могу себе представить, чтобы семья моя голодала и в холодильнике, что называется, мышка. Это совершенно... Работу можно найти всегда. И об этом нужно думать, я уверяю всех, об этом нужно думать, как наша бабушка, для лисизморства. Была бы у меня там семья, нереально не было бы, нечего кушать, я бы пошла. Да, будет. Потому что надо деньги, надо жить. Потому что если не работать, работать, как будет жить. Между прочим, люди на стройке требуются. Об этом говорят и в Союзе строителей Алтая. И главная причина в том, что границы закрыты. И дешевая рабочая сила из ближнего зарубежья Узбекистана, Таджикистана просто не может до нас доехать. Потребность в людях есть. Потому что сезон, как обычно, он увеличивается. Это отделочная работа, работа по благоустройству. И есть потребности в рабочем. Вот тут живут у народа у нашего разные запросы, как бы могут не удовлетворять те оплаты, которые сегодня предлагаются. Но зато, говорят, дистанционный формат, в котором сейчас работает служба занятости, всем по душе. Работодатели гораздо более активно сотрудничают в электронном формате. Да, и ищущие работу тоже недостатки отмечают редко. Ну а зарегистрироваться можно не только через портал госуслуг, но и через другой. Работа в России. Куртка за 200 рублей, рубашка за 100, книга за 10. Тем, кто потерял работу, есть где экономить по-крупному. Мои коллеги побывали в единственном в Барнауле благотворительном магазине. Вещи по цене хлеба, но толп покупателей здесь не встретить. Это благотворительный отдел, единственный подобный в Барнауле. И, по словам сотрудников, у них свои клиенты. И часто это те, кто стесняется своего временного безденежья. Для людей, которые потеряли работу, безусловно, это возможность. Они никогда, именно в силу психологических причин, еще потому что это временное состояние, они не пойдут за помощью в фонд, но находятся в стесненных обстоятельствах. А Евгения преодолела себя и обратилась в фонд «Облака». Получила и помощь, и трудоустройство. У меня трое детей, младший ребенок на инвалидности. Увидела рекламу, что требуется уборщица в фонд. Я попросилась на уборщицу, стала приходить мыть фонд и убираться здесь. Потом мне предложили пойти с артировщиком работать. На новом месте Евгения и сама помогает, подбирает клиентам то, что нужно. Так чувствует свою востребованность. А выбор здесь немаленький. Сотни вешалок с одеждой, десятки полок с обувью. Все это приносят дарители, так называют здесь барнаульцев, которые жертвуют ненужные вещи. Принимают все, главное, чтобы без дефектов. А часть вещей собственного производства. Ее делают те, кто тоже нуждается в заработке. Вот такие эко-сумки. Они сшиты в нашей швейной мастерской. Это также мамы, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Они зарабатывают тем, что они сшивают эти сумки. Вот эти картины нарисовал для нас дизайнер, мы наносим их на печать. Они очень прочные, с самыми разными рисунками. Они тут самые дорогие, я так поняла. Да, потому что здесь как раз это способ заработка для швей. И это новые сумки, они не были в употреблении. И здесь только десятая часть от всего того, что приносят люди. Остальное развозят по Алтаю. Скоро для этих целей такие благотворительные отделы собираются открыть по всему краю. Уже готовят грант. Мужской одежды мало, поэтому мы просим мужчин разобрать свои шкафы, посмотреть, что для них уже не актуально и перенести нам. По словам сотрудников, в этом году они ощущают особенный спрос на свою работу. Кстати, вся выручка тут же идет на покупку продуктов для подопечных фонда. Такой вот круговорот благотворительности. Дорина Миллер, Евгений Величкин, Александр Антропов. День с толком. К другой теме. В некоторых барнаульских дворах опустошить мусорные баки не получается. К ним просто не подъехать. Мешают организованному сбору припаркованные рядом с подъездами машины. Как это происходит, наблюдала Анастасия Дороган. До финиша не доехать пару метров. На пути мусоровозов стало припаркованное авто. Уже не до культуры. Такая картина здесь едва ли не каждое утро. Дом на Пролетарской 165 как будто не хочет, чтобы его мусор увозили. В субботу стояли вообще на въезде. Никак не заехать. И оттуда задом не могу заехать, ни отсюда передом. Минут 10 и пинок действует. Удивленный хозяин спешит укатить, и мусор наконец попадает в специальную машину. Но это только первое препятствие. Здесь ситуация еще сложнее. ДТП и сколько прождет водитель мусоровоза, вообще непонятно. Водитель Николай Соколков даже ведет свою статистику. В этом дворе он простаивает в среднем дважды в неделю. Иногда вообще безуспешно. Если владельца авто не объявляется, тогда мусоровоз вынужден уехать. Водитель сделает фотосъемку, уведомляет диспетчера и уезжает с объекта. То есть мы надлежащим образом оказали услугу. Транспортное средство приехало. Если по договору не обеспечены подъездные пути, мы уезжаем. То есть мы только можем приехать на следующий день. К счастью для жильцов этого дома мусорный коллапс не состоялся. Хотя какой ценой. Водитель потерял здесь 30 минут. При том, что норматив опустошения баков с нескольких подъездов минут 5. А если такой двор не один, кому-то мусоровоз сегодня вообще не доедет. Потерянное время в поисках владельцев, припаркованных возле мусорных баков машин, неизбежно приводит к срыву всех графиков вывоза мусора. Дворник Ирина уже устала говорить жильцам о порядке. Впрочем, решить проблему могла бы отдельно стоящая контейнерная площадка. Эксперты уже предложили главе федерального Минстроя законсервировать все действующие мусоропроводы, а новые многоквартирные дома проектировать без этих устройств. Так несколько лет назад сделали в доме Ночкалова 76, решив сразу две проблемы. Удобно. Очень даже удобно. А почему удобно? Потому что крыс нет. У нас все было проедено крысами. Страшно было, да. Общее собрание может принимать решение. Любой способ мусороудаления. Либо через мусоропровод, либо на контейнерную площадку. То есть оборудовать контейнерную площадку вблизи жилого дома. Как поясняют в Роспотребнадзоре, СанПин допускает оба способа сбора. Так что люди действительно могут выбирать, что им удобней. Идея отдельной площадки жильцам дома на Пролетарской еще не приходила. Об этой проблеме думают разве что водители мусоровоза да охранник Валерий. Говорит, каждую смену прочищает мусоропровод от коробок из-под пиц и пенопласта. 13 этажей уже забито вчера было. А с 25-го вчера начали кидать. Я так думаю, что и там и до 25-го дело дошло. Нужно трубу, как вот эти контейнера такие, чтобы покрышки от колес туда пролетали. Анастасия Дороган, Николай Шелко. День с толком. Звон клинков, топот лошадей и шелест изысканных платьев. Это в скором будущем шум окрестностей Новоалтайска. До конца летом там состоится военно-исторический фестиваль. Организаторы обещают яркое зрелище. Тем более, что площадкой станет строящийся макет Белаярской крепости 18-го века. Подробнее Илья Кочетков. Чудеса, да и только. Немецкие пехотинцы 16-го века бьются на крепостной стене 18-го века в окрестностях Новоалтайска. И не ради внимания какой-нибудь прекрасной дамы, а для разминки перед предстоящим историческим праздником. В ближайшее время здесь пройдет военно-исторический фестиваль, который соберет гостей из самых разных эпох и стран. К нам приедут реконструкторы со всего Алтайского края, также из ближайших регионов. Мы здесь построим исторические лагеря с шатрами, кухнями, спальнями, местами для отдыха и всем прочим. Покажем вам несколько показательных сражений, проведем ярмарку, ну и культурно проведем время. Массовых реконструкций битв, правда, ждать пока не стоит, но яркие поединки будут точно. Исторической реконструкцией в Барнауле занимаются сотни энтузиастов. Но площадок, где они могли бы встречаться, состязаться в красоте мундиров, мастерстве фехтования, немного. А ближайшая по-настоящему организованная площадка под Новосибирском. Но в прошлом году появилась надежда, что точкой притяжения реконструкторов наконец станут окрестности Новоалтайска. Год назад здесь начали возводить полноразмерный макет Белоярской крепости 18-го века. Это казачий форт, который появился одним из первых на Алтае, когда русские начали осваивать эти земли. Вот таким вот грозным оружием наши предки защищали вновь освоенную землю, свою крепость. А где стояли такие пушки? Пушки стояли, получается, на стенах крепости могли стоять. А целились как? Целились, все это делалось вручную. Вот таким вот образом. Все, подымалось, опускалось. И бабах. И бабах. Сергей Попов – руководитель благотворительного фонда, который год назад на средства президентского гранта начал возводить крепость. Не совсем там, где она стояла изначально, но, что касается достоверности, он уверяет, за исключением деталей так все и выглядело. В прошлом году у нас получилось сделать фасадную часть, то есть это две башни, стражевые, проходная башня. Основной у нас объект в этом году – это дом приказчика, мы будем реконструировать. Вот, то есть такое помещение будет у нас серьезное, где будет все, как там будет русская печь. Там будет как бы, то есть, ну, создадим такую атмосферу, как раз, которая была в то время. Подобные крепости, конечно, могли выдержать осаду, но недолгую. Скорее, они были таким политическим заявлением или символом – мы здесь, мы на этой земле и с нее не уйдем. Нынешняя Белоярская крепость – тоже своего рода символ, декларация, заявление о сохранении исторической памяти и о межнациональном сотрудничестве, так сказать, которым издавна славился Алтай. Вот так крепость должна будет выглядеть по завершении строительства. Если ничего не помешает, это должно случиться уже в следующем году. Кстати, строители признали, что будут рады любой помощи, материалами или ручным трудом. И тогда здесь появится целый этнопарк с ремесленными мастерскими, кафе, где будут угощать едой по старинным рецептам и прочим. А ближайший фестиваль планируют провести уже 11 июля, но если ограничения к тому моменту не будут сняты, то чуть позже, в любом случае до конца лета. Илья Кочетков, Александр Антропов, День с толком. Сегодня во всем мире отмечают День уфолога или День НЛО. В Алтайском крае тоже есть специалисты, которые изучают космос, не спят ночами в ожидании гостей с неба. С одним из барнольских уфологов встретилась наша съемочная группа. Подробнее в сюжете Ирины Корчагиной. У меня в голове вспыхнул огонь, только красный, сколько я помню, и стал кольцами расходиться. Я понял, что во мне что-то влезло. Михаил Макаров описывает свой контакт с инопланетным существом. Для тех, кто сомневается, уточняет – был трезв. Михаил – уфолог со стажем, в прошлом сыщик. Теперь ищет следы внеземных цивилизаций. Неопознанные объекты приходится отличать от птиц, звезд, планет, коптеров. Когда навстречу друг другу, значит, летят две звезды, обгоняют друг другу, меняют траекторию, что для спутников-то невозможно. Расходятся, раздваиваются, сливаются или точками вспыхивают в небе. Михаил говорит, что в Алтайском крае уфологов немного – человек 10 на весь регион. Работа опасная. Не раз приходилось спасаться бегством, идти на компромисс с инопланетянами. По словам мужчины, ему даже иногда приходится просить разрешения на съемку в своих экспедициях. Чувствую, мой палец не может нажать на спуск фотоаппарата. Сейчас снимать не надо. Не снимай сейчас ничего. Мы столкнулись с тем, что нас контролируют, нами даже могут управлять, что-то могут запрещать. Кстати, здесь, в пойме Аби, не раз замечали НЛО, говорит мужчина. Видели неопознанные объекты несколько лет назад в Рубцовске. Тогда Михаила подключили как эксперта по аномальным явлениям. В жилом доме, над которым зафиксировали странное свечение, творилась какая-то чертовщина, вспоминая трубцовщане. Я даже в ванну захожу, например, мыться. Я не вся моюсь. Я сначала ногнусь, голову мою и оглядываюсь. Я чувствую, что кто-то за мной стоит. И все же многие считают уфологию псевдонаукой. С осторожностью говорят об НЛО астрономы. Объекты, конечно, неопознанные они есть, но иногда им приписывается то, что хотелось бы. И иногда принимают даже вообще Венеру за летающую тарелку, потому что она самая яркая планета. И особенно если человек перемещается, то кажется, как будто она тоже очень быстро движется. Михаил в свои 64 продолжает изучать небо. Он считает, что инопланетян вряд ли интересуют порабощение, эксперименты или сотрудничество с людьми. Они выполняют сдерживающую роль. Им нужен, прежде всего, контроль. В случае чего мы будем принять меры для того, чтобы нас вовремя остановить. А если мы будем опасны для самой Земли, может быть, нас и убрать. Так или иначе, но даже астрономы не исключают, что мы не единственные существа во Вселенной. По крайней мере, многим очень хочется в это верить. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. А на этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok